Здравствуйте, дорогие телезрители! Как всегда, среда, с вами город женщин и, конечно же, наша замечательная команда. Это я, Дарья Анкехова, Бема Лазарева и Мария Куницкая. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас очень интересный, забегая вперед, эфир. Сразу скажу, сегодня мы посвятим его красоте, вообще вот женской красоте в частности, а также поговорим о том, какая должна быть успешная женщина. Ну и еще, конечно, мы хотели бы поздравить вас с замечательным праздником. Сегодня у нас день... Сегодня несколько дней. Я знаю, что день счастья. Да, вот с днем счастья вас поздравляем, дорогие. Еще Машка... День без мяса, всемирный день, хотела сказать, борьбы без мяса. День без мяса и день астрологии. Еще сегодня день равноденствия. Вот так вот, вот такие замечательные сегодня поводы для того, чтобы посидеть, поговорить. Хотела сказать выпить. Посидеть, поговорить. Ну и, конечно, мы просто обязаны начать наш эфир прямо сейчас. Итак, дорогие телезрители, у меня замечательная новость. Обратите внимание, в руках у меня находится сейчас магнит. Магнит это непростой. Весна на НВК не за горами. Приобретая магнит Харрисхал, вы становитесь участником нашей акции. Может, именно вы, может, именно вы, Бема, а может быть, именно ты станешь обладателем ценных призов. Мотоцикл, беседка, стенокосилка, кухонный гарнитур, лодка, морозильник, портативный гараж, ювелирные украшения, сертификат на ружье. Сертификаты еще множество будет там. В общем, это будет замечательный розыгрыш. Он состоится 31 марта на каналах НВК Саха и Мамонт. Подобные магниты Харрисхал и купон для розыгрыша можно приобрести в здании НВК Саха на первом этаже, а также у общественных распространителей. Встречайте весну с нами. Девочки, приобрели? Я, да. Я один пока только. Я один, Дилан. Вдруг ты победишь и выиграешь суперпресс. Я хочу лодку. А я хочу ружье. Ружье, отлично. Ну, а мы передаем слово Марии Куницкой. Добрый день. Сегодня, раз в день счастья, мы будем пускать в свою жизнь бабочек. Бабочки будут необычные. Сейчас, вот, так сказать, в мире всяких рукотворных процессов очень модно оригами из тканей. Ну, вот, я надеюсь, уже все знают, что такое оригами. Это искусство складывания фигурок. Оригами и ткани не все. Японская, из бумаги. Но можно пойти дальше, можно сделать оригами из ткани. Нам для этого понадобятся мои любимые старые джинсы. Они у тебя бесконечные. Они у меня бесконечные. Мыша, они у тебя заканчиваются. Нет, они у меня не заканчиваются. У тебя какой-то бесконечный запас. Можно зайти ко мне домой и увидеть кучу старых джинс, не переработанных. Значит, нам нужно будет, ну, есть такое понятие в оригами. У них есть, все фигурки делаются из определенного размера бумаги. Он либо кратный квадрату, либо кратный прямоугольнику. То есть каждый последующий вариант нужен, если вы хотите большую фигурку сделать, вы берете большой прямоугольник. Каждый маленький прямоугольник равен вот такому вот стандартному прямоугольнику. То есть мы его складываем, складываем несколько раз, и вы получаете размер прямоугольника А4, А5, А6, А7, то есть маленький. Мы сделаем, берем прямоугольник относительно вот этого, такой же пропорционально уменьшенный. Нам нужно нарезать два вида тканей. Вот я взяла старый джинс, и просто вот у меня остались маленькие, видите, кусочки. Маша, они должны быть расцветки яркие или как? Ну, лучше, бабочки же яркие в природе, поэтому лучше взять. Вот у меня вот такие, вот такие кусочки. И один я взяла вот именно джинс. То есть у меня вот были вот такие маленькие квадратики. Мы нарезаем прямоугольник кратный А4 формата, то есть уменьшенный. Это приблизительно где-то, я сейчас подскажу, у меня получился прямоугольник без припусков, я покажу, 12 на 8. Вот, к нему нужны припуски, я показываю уже в оригинальном размере, как он должен быть. Вот два таких кусочка. Один будет светочек с стороны, а другой джинс. Следующий мы берем, мы взяли их. Так, надо будет прострочить по краю достаточно близко. Вот я покажу. Прострочить, оставив маленькое... Отверстие. Маленькое отверстие. Вот видите, у меня входят ножницы туда, чтобы это все вывернуть. Так, еще раз показываю. Вот, прострочили. Вот видите, входят ножницы. Маленькое отверстие, буквально полтора-два сантиметра. Мы прострачиваем на машине и оставляем маленькое отверстие. Через это отверстие нам надо будет вывернуть. То есть вот таким образом. И сначала нужно будет уголки наши отсечь, чтобы было удобно выворачивать. Раз, два. Вот отсекаем. Ну, это типичный швейный прием. И я советую все-таки припуски скрезать минимально, прямо вот совсем маленькие делать, чтобы краешек, краешек был изящный. Вот, мы срезаем уголки для того, чтобы вывернуть. Вот, раз, три, два, три, четыре. И максимально близко срезаем припуски. Вот, мы это прострочили. Теперь у нас должна получиться вот такая деталь вывернутая. Полностью же вывернутая. Она прострочила, я прострочила ее, вывернула. И у нас получился вот такой прямоугольник двусторонний. Здесь у нас шов. Вот, вывернула. Ну, в общем, ты сделала такой прямоугольник с двух сторон разного цвета. Дальше, Маша, я не понимаю, где бабочка. И теперь мы начинаем складывать бабочку. Как в оригами. Мы закрываем, складываем вот так вот. И приглаживаем, приутюживаем, вернее. Вот. Сложили сначала вдоль, теперь поперек. Вот это, кстати, ты всегда же нам говорила, не гладить, а утюжить. Утюжить, совершенно верно. Гладит кошку и собаку. Да, все верно. Можно жену гладить или мужа. Такая параллель, да? Кошка и собаку. Да, кошка и собаку, муж и жена, да. Именно в таком порядке. А ты утюжишь. Приутюжить. Значит, мы заутюжили вот сначала на четыре части. Теперь разутюживаем вот так вот уголочек один. И симметрично уголочек другой. Ой, я из бумаги-то это сделать-то не смогу никогда. Вот у нас получилась такая деталь. И теперь мы загибаем вот так вот уголки. Сейчас еще раз показаю. Маша. Вот. Вот так загибаем уголки. Снова приутюживаем. Где бабочка? Бабочки полетят или нет у нас? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас увидите, смотрите. У нас получается бабочка. Вот уже поделась. Вот, смотрите. Вот она бабочка. Кстати говоря, сейчас очень модно пришивать такие бабочки на один рукав. На пиджачок. Да, совершенно верно. У меня, к сожалению, рукава короткие. Но вот так вот. В конце передачи я ее соберу. Отлично. Маша, спасибо. Мы обязательно подведем итоги Машиной рубрики в конце нашего эфира. Девочки, у меня такой вопрос. Вот, честно скажите, вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы лечь под нож пластического хирурга? Да, конечно. Были такие? Да. Лет 16 я ходила маме плакать. Мама, почему у меня такой нос? Ну, вот, девочки, мне кажется, это такая тема, о которой думает каждая женщина. И нам сегодня повезло. Мы пригласили в студию Евгения Казанцева. Евгений является сертифицированным действующим пластическим хирургом, хирургом-онкологом. А также он является членом общества пластических и реконструктивных хирургов России. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Девочки, Евгений у нас товарищ приезжий в нашем городе. Но хотелось бы отметить, дорогие друзья, что он приезжает уже в пятый раз. Вот, Евгений, конечно, вопрос первый к вам, да? Расскажите немножечко о себе. Как давно вы стали именно пластическим хирургом и какой у вас опыт за плечами? Ну, в 2010 году я закончил Якутский медицинский институт, Северо-Восточный федеральный университет. После окончания университета я уехал в Москву и начал заниматься сердечно-сосудистой хирургией. После окончания ордиантуры по сердечно-сосудистой хирургии мы интенсивно начали заниматься общей хирургией, онкохирургией. И так как мы занимались онкохирургией, у нас происшествовали тому реконструктивные операции на теле человека. И, соответственно, больше приходилось работать в патолого-анатомических отделениях. И в течение времени как-то само по себе пришло то, что мне начало это нравиться, меня начало это привлекать. Я увидел в женщинах какие-то образы определенные, которые меня начали интересовать, и мне хотелось их приукрашать и как-то изменять или изменять. Соответственно, благодаря этому мы приступили в данной работе, и я получил специализацию по сфере пластической хирургии, и начал интенсивно это программировать и показывать своими результатами. Ну и сегодня у вас уже такая хорошая база, да, у вас огромный опыт за плечами, и, конечно, вы работаете именно с нашими, с якутскими женщинами, да? Да. Здесь возникает вопрос, с какими проблемами, да, с основными проблемами обращаются к вам? Ну, в частности, девушки больше всего у нас по статистике, самая частая операция – это ринопластика и мамопластика, то есть больше делают нос и грудь. А все это статистические данные. Другие статистические данные показывают, что по операции на коррекцию в области тела, там, ушей, век, там, подтяжки лица, они уходят на второй план, это больше всего антивозрастные изменения какие-то, либо недостатки человека, да, психоэмоциональные какие-то расстройства человека. В Якутию мы приезжаем уже пятый раз, да, и у меня есть своя операционная бригада, мы выполняем полноценную широкоспектральную операцию, и в данном случае, конечно же, больше увеличивают грудь. То есть в Якутске все хотят выглядеть красиво, входить, самая входящая часть – это в грудь, то есть любая девушка куда-куда, а потом все остальное. Не, на самом деле, еще, знаете, вот после рождения, допустим, детей, и хочется снова вернуть свои былые формы. Да, несомненно, несомненно, потому что женщина, она теряет, кожа атрофируется, железная ткань уменьшается, какие-то инвалидационные изменения, постпогормональные изменения, и, соответственно, конечно же, женщине приходится прибегать, и женщина всегда хочет быть красиво выглядеть, и женщина, если хорошо одевается, хочет красиво выглядеть, она должна для себя стараться и очень много вкладывать, либо ее содружники, либо ее мужчины, которые ее окружают, соответственно. Новое слово «содружники». Евгения, а вот у меня тогда возникает вопрос, все-таки мы говорим о том, что вы приезжаете, уезжаете и так далее, да, но вот после операционной реабилитации, а возможно ли она без доктора, который сделал, вот это не опасно ли, и могут ли наши телезрительницы быть уверены, что вы контролируете весь процесс? На самом деле, после операционной реабилитации – это, на самом деле, самый серьезный этап в операции и в постоперационном периоде. Конечно, в каких-то случаях она опасна, да, но в данном случае мы почему так сделали? Потому что, так как я выполняю травматичные методы операции, то есть операции закрытого типа, операции, не требующие наблюдения, операции без постановки каких-то дренажей, то есть пациент абсолютно себя чувствует комфортно, он просыпается в операционном зале, через 2 часа после операции можешь принимать пищу, на следующие сутки после операции он выписывается в 10 часов утра и спокойно тебя чувствует комфортно. То есть не надо лежать неделями? Разрезы, да, они сложнее, они трудоемкие, но в этих случаях мы получаем достигнутый результат и получаем минимум осложнений, которые могут быть, а могут и не быть. Но по статистике все равно всегда в хирургии, это же область хирургии, мы все равно работаем с тканями. Есть какой-то процент осложнений, да, он может быть громкий? Евгений, очень-очень интересная беседа, но нам необходимо уйти на рекламную паузу, а после мы вернемся. Мы, конечно, отметили, что это грудь и нос. Да, и причем технологии становятся все безопаснее и безопаснее. Разрезы все меньше и меньше. Меньше и меньше. Меньше и меньше. И период реабилитации все проще и проще. Ну и вот здесь вопрос у нас, во время рекламной паузы возник, тренды, вот все-таки тренды оказываются и пластической хирургии есть, дорогие друзья. Вот какая грудь сегодня популярна? Ну, по статистике более популярной считается круглая грудь. Почему? Потому что все хотят выглядеть пышно, роскошно, эффектно, но есть большое количество женщин, то есть это больше, ближе к 40%, которые хотят все-таки прибегать к более естественным формам, да. Соответственно, я все-таки практикую более естественные формы груди. Я не люблю более вычурные, да. Во-первых, это некрасиво. Женщина, если она раздевается, если у нее узкая грудная клетка, если у нее торчат ребра, то, конечно же, это смотрится не очень хорошо. Поэтому больше, конечно, мы практикуем опыт на анатомических имплантов, то есть мы восстанавливаем естественную форму груди. И доступы при вмешательствах абсолютно, они могут быть разные. Все зависит от изначально исходного результата пациентки, да, то есть если у нее какие-то анатомические особенности ее груди, да, то есть, и, соответственно, от этого доступ может меняться. Может быть, через орел, может быть, через подмышечную впадину, может быть, через подгрудную складку. Господи, куда ты где-то еще не залезешь, да? Да, да, да. Евгения, а вот возникает такой вопрос у меня еще. Все-таки классический хирург, это в первую очередь, мне кажется, должен быть и психологом, да? Ведь женщина, если попробовав один раз, мне кажется, подсесть может. Вот здесь, наверное, вопрос к вам. Вы отговариваете порой женщин от того, что нужно отказаться либо от размеров поменьше или нос? Начнем с того, что любой врач-психолог, да, каждый в своей специализации, детский врач, уролог, гинеколог, в пластической хирургии немножко другая стезия, да, и другой анамнез, пациенты приходят с психологической проблемой, они этим страдают на протяжении всей жизни, а то и одного дня. То есть у кого-то увидела, ей понравилась форма носа, понравилась, и бегом сразу к пластическому хирургу. Конечно же, есть женщины, которые очень сильно зациклены на своей красоте и хотят выглядеть и быть похожими на каких-то определенных моделей, да? Да, вот это уже хорошо. Это очень частая проблема, и когда они приходят к пластическому хирургу, таких пациентов у меня тоже достаточно количество было, они приходят и просят, и тебя насилуют, и говорят, что мне необходимо быть такой. Конечно, с такими пациентами нужно очень осторожно и очень самокритично общаться, почему? Потому что они могут впоследствии высказать наоборот отрицательную, сделать ремахку, да, в твой адрес, и что может повлиять на твой статус как врача пластического хирурга. Поэтому в данном случае, конечно же, таких пациентов стоит отговаривать, и в некоторых случаях, конечно, приходится брать, но идя на свой страх и риск. Но противопоказания так все-таки существуют или нет? Противопоказания есть всегда при любых хирургических вмешательствах, есть всегда противопоказания, потому что это организм, это биологическая среда, это наша кровь, да, у кого какой иммунитет, у кого какой образ жизни, кто как питается, кто какие таблетки употребляет. То есть это абсолютно, да, обязательно. Противопоказания есть, там, диабет, гипертония, там, мы обычно поэтому перед тем, как брать пациента на операцию, есть определенный список анализов, которые пациент сдает, и после тщательного обследования, после рекомендации анестезиолога, анестезиолог дает рекомендации, что, возможно, операция. Ну, а вот еще такой вопрос, у любого врача есть огромный опыт, да, история своя, и все-таки есть, наверное, такие моменты, которые вам запоминаются больше всего. Вот был ли у вас какой-то такой случай, который вот навсегда останется у вас в памяти? Нет, ну, случаев очень много, на самом деле, тем более в пластической хирургии, потому что много очень испорченных людей, да, которые попали в непонятные руки, да, хирургов, попали в какие-то травмы, да, получили там. В основном это боксеры, да, которые очень часто, да, приходят с переломанными носами и страдают, и тем самым, да, либо сделали уже ранее операцию, и у них не получилось, и все плохо. То есть нюансов, на самом деле, много. Есть нюансы касаемо области красоты хирургии, да, то есть очень много специалистов, да, и по всей России, да, есть хирурги, уже хирурги, которые выставляют не то, что вот положено, да, то есть они берут результаты работы других хирургов, выставляют их за свои, и, соответственно, люди попадают к этим хирургам, да, и потом появляются какие-то определенные ресурсы проблемы. Да, поэтому хирурга нужно тщательно изучать, нужно смотреть его досье, интервью, отзывы, результаты пациентов, да, ну и, конечно, свою интуицию. Почему? Потому что, идя к пластическому хирургу, нужна определенная интуиция. Нужно чувствовать своего врача, нужно доверять ему, нужно быть уверенным, что он вам поможет. Так же, как и к лечению врачу, да, то есть если мы заболели, мы, конечно же, идем и стараемся обратиться к врачу, чтобы он нам помог. Вот так же и у пластического хирурга. Я вот знаю, что вы, именно вы, да, являетесь вот именно тем доктором, который не скрывает и говорит о своих работах напрямую, да. Я откровенно говорю о своих работах, да, и мы это делаем уже на протяжении больше, более пяти лет, мы оперируем достаточно большой экспертероперацией, я выполняю в год больше ста операций. Ста операций, да. То есть это достаточно большое количество, да, на начальных этапах моего становления, конечно, я выполнял. Я прооперировал всех своих друзей. О, Боже! Прежде чем стать пластическим хирургом, но до оперирования своих друзей я работал длительно в мозге. То есть нам приходилось экспериментировать и какие-то нюансы выполнять. Работа не из легких. Работа не из легких, да, и по сей день какие-то экспериментальные операции мы, конечно же, практикуем в патологоанатомических отделениях. И чтобы, дабы не переусердствовать на живом человеке. А у вас, я вас перебью, потому что очень прямо тоже у меня чешется язык за вопрос. У вас были какие-нибудь операции за границей и такие какие-нибудь известные личности? Известных личностей, да. Нет, за границей я не оперировал, но меня приглашали в Казахстан, приглашали оперировать. Мне просто приезжают в основном часто сами пациенты ко мне приезжают. Локация достаточно широка, то есть мы, у меня приезжают пациенты с Дубаи, с Нью-Йорка. Ну, в основном, это больше пациенты на ринопластику. Ринопластику. Вот она так. Расскажите про ринопластику. Ринопластика, ринопластика достаточно вообще серьезная операция. Ринопластику нужно, должен выполнять хирург, который делает каждый день. Который понимает, что такое нос и вообще, то есть, чтобы, как часто приходит пациент, да, и говорит, что вот мне и испортили нос. То есть это не бьюти больше, а для вот управления, то есть если что-то там не то, там... Есть инструментальная коррекция внутреннего носа, да, то есть это операция на перегородке носа, когда функциональный статус страдает. И есть, когда эстетическая операция. То есть эта операция может быть проведена совместно, вместе с эстетической операцией. А, то есть вообще-то это разные операции? Это разные операции. Две разные. Септопластики, ринопластика, коррекция наружного носа и коррекция внутреннего носа. И вот это одна из самых таких главных проблем, с которыми пообращаются к вам девушки, да. Вот мы сейчас можем видеть на экране вашу работу, да, и действительно, зачастую, наверное, к вам приходят именно переделать работу другого доктора. А это всегда очень сложно, это всегда сложно, почему? Потому что после другого хирурга, когда ты входишь в нос, ты понимаешь, что там не за что захватиться, да. И, соответственно, начинаешь придумывать варианты того, чтобы... Ну, опять же, ты эти варианты уже думаешь интероперационно заранее, да, чтобы понимать, какой у тебя ход и план операции. Соответственно, от этого и исходит стоимость операции. То есть мы поговорим пациенту стоимость. Евгений, а у нас осталось совсем немножечко времени, да. Вот скажите, пожалуйста, как можно попасть к вам на прием, вот, и как часто вы бываете в нашем городе? Мне кажется, сейчас многие телезрительницы с чата у экрана уже записывают, куда бежать и как. Да, берите блокнотики и пишите. Ну, смотрите, сайт, есть сайт пластического хирурга Казанцев Пластикару, есть Инстаграм, ну, самая основная рулетка – это Инстаграм, да, то есть двигатель всей торговли фактически. Есть администраторы, через которых вы можете найти, либо по ссылке, по фамилии меня можете спокойно найти. Да, вот, дорогие друзья, вы сейчас видите адреса и контактные телефоны пластического хирурга на ваших экранах. Ну что, Евгений, спасибо большое, что посетили город женщин. Ну и, конечно, спасибо за то, что делаете женщин красивыми. Спасибо большое. Мы желаем вам успехов, удачи и, конечно, благодарных пациентов. А я буду дарить вам красоту. Спасибо. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Ой, ну, девочки, после пластического хирурга у меня прям уже даже что-то прям и тут заболело. Где-то что-то мешает, да? Да, и мне кажется, и тут лишнее. Что-то хочется отрекать. И там лишнее, и отсюда хочется убрать. Нет, а мне захотелось, наоборот, добавить. Ты побежишь к Казанцеву на прием? Обязательно. Обязательно, да? Скорее всего, да. Ну, девочки, ну, прям очень интересная тема. Мы еще часами будем разговаривать, наверное, с Евгением после эфира. Скорее всего, это будет самое будущее обсуждение. Действительно. Но мы сегодня говорим не только о красоте девочки. Мы сегодня говорим еще и о том, что такая, какая она, успешная женщина, да? И сегодня в студию мы пригласим Марию Корякину. Мария, проходи, добро пожаловать к нам в город женщин. Те, кто следит за нашими эфирами, наверное, узнали Машеньку. Машенька у нас является основателем и тренером Академии наращивания ресниц премиум Лэш. Но сегодня Маша пришла к нам в качестве эксперта. Мы вот хотели бы с ней поговорить о том, как она начала этот бизнес и как она добилась такого успеха. Смотрите, у нас сейчас в современном мире очень много возможностей, да, у женщины. То есть женщина может стать кем захочет. То есть не как вот раньше, да, родилась в семье богатых, все, у тебя жизнь супер. А сейчас можно реально себя слепить с нуля и добиться того, да, чего ты хочешь. То есть женщина сейчас может быть и президентом, и заниматься бизнесом, заниматься искусством. Даже может быть мужчиной вот благодаря классическим хирургам. Женщина может стать мужчиной, действительно. Да, то есть она может быть сейчас тем, кем она захочет. Да, но это как бы и как приятно, так и не очень приятно. Почему? Потому что у нас появилось много ролей, да, ты правильно даже сказала, что нам сейчас не только нужно там за детьми и за домом, да, следить, нам нужно следить за собой. То есть это обязательно следить за своей внешностью, за своей фигурой, обязательно там как-то поддерживать мужа. Также это работа, бизнес, да, ну какие-то вот такие обязанности. Везде успеть нужно, да, везде успеть, да. И качественно все. И плюс и дом, и ребенок, это все у нас осталось. Да, и вот в связи с этим мы сейчас все пытаемся успеть все, воплазить свои мечты, реалии и так далее. Ну как бы идти в гармонии. Маш, ну ты добилась своего успеха сама, ты, у тебя возникла идея, ты организовала свой бизнес, сейчас он приносит тебе доходы. И мы знаем, что совсем скоро ты проведешь именно семинар, то есть ты хочешь поделиться своим опытом. Да, я вот проводила очень много уже семинаров по тому, как стать мастером по наращиванию ресниц. А сейчас в субботу, это в 11 часов, в манкетном зале Керге будет мой первый семинар по бизнесу. Я буду рассказывать вместе с двумя прекрасными девушками, Саргланой Амосовой и Марией Пронтеевой, как вести правильно бизнес по-женски, и дадим мы полную инструкцию по применению. Вот так вот, бизнес по-женски, инструкция по применению, да. Очень интересно, и действительно, ты, мне кажется, на своем примере можешь многим девушкам рассказать, да, и поделиться. И вдохновить мотивацию, мы дадим вот реальные полезные инструменты, которые вы можете потом вот после этого семинара пойти и делать. И также, конечно, мотивация, приятное времяпрепровождение, будет очень интересно, весело и продуктивно. Отлично. Ну что, Маша, мы продолжим с тобой беседу сразу после рекламной паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь, потому что Маша прямо в прямом эфире нас немножечко чему-то обучит. Итак, мы продолжаем наш эфир. И до ухода на рекламу Мария Корякина, основатель и тренер Академии наращивания ресниц Premium Lash, поделилась с нами секретами своего успеха. И напомнила нам о том, что в эту субботу она проводит свой первый семинар, где поделится своим опытом и поможет, замотивирует многих, кто придет на этот семинар, именно для успешного продвижения своего бизнеса. Верно? Да, верно. Маша, расскажи еще про викторину. Да, я вот сейчас хотела, девочки, в прямом эфире разыграть входной билет. Тем, кто первая ответит мне правильно в директ, на мою страничку в Инстаграм. Она есть на экране? Нет, она на экране. На экране есть, все хорошо. Напишите мне, пожалуйста, правильный ответ на вопрос. Внимание. Кто самая богатая женщина в мире в списке Forbes? Самая молодая еще. Да, и при том, да, она еще самая молодая. Пишите мне быстренько в директ правильный ответ, и я вам подарю входной билет на мой семинар «Бизнес по-женски» в эту субботу в 11 часов. И, девочки, я хотела бы с вами еще немножко поговорить о том, что раньше статистика была такая, что женщины не могли себе позволить ухаживать за собой, там, допустим, каждый месяц ходить в парикмахерскую на ресницы, на маникюр, на педикюр, на спорт и так далее. То сейчас, девочки, да, женщина, которая вкладывает в себя много денег, она выглядит, соответственно, на дорого. Дорого. Да. И это нормально, да, сейчас каждый месяц вкладывать в какой-то бюджет для женщины. Как вот еще смеются, говорят, что коммунальные услуги для женщин. Да, да, да. Итак, давайте, девочки, я хотела бы у вас вот спросить. Давай, Даша, с тебя начнем. Твой бюджет примерно, да, месячный. Давай запишем. На волосы сколько ты тратишь денег? В месяц? В месяц, да. Ноль. А, нет, шампуни же считаются там вот это все, да? Это в косметику. То есть парикмахерская у тебя ноль, да? Ноль, я не месяц не хожу. Хорошо. Ресницы? Ноль. Тоже. Свои. Да, что ты такая бюджетная женщина. Женщина. А маникюр? Маникюр полторы тысячи. А педикюр делаешь? Да, две с половиной. Ну, это если, да. Четыре? Четыре тысячи. Ногти четыре тысячи. О, боже, все. Лучше б на волосы. Маникюр плюс педикюр. Хорошо. А на одежду сколько ты денег тратишь в месяц? Ну, по-разному, конечно, но если взять средний. Ну, пусть будет. Средний вгут надо брать. Пять давай. Пять тысяч. Одежда. Да это ты 10 тратишь, Бема. Это твоя, сейчас будет столбик твоей одежды. Хорошо. Даш, на спорт сколько ты тратишь денег? На спорт не ходишь, да? Нет, вообще. Массаж. Ноль. Ноль. Косметолог. Ноль. Даш, ну ты вообще бюджетная женщина. Ну вот на косметику сколько ты тратишь денег? А, на косметику, ну где-то в среднем, ну пусть будет две тысячи. Две тысячи. Ну это мы про месяц говорим. Это про месяц, да. Да, итого, значит, ты тратишь сколько? Одиннадцать тысяч в месяц. С ума сойти, так много. Да, одиннадцать тысяч в месяц. Я столько не зарабатываю, да? Хорошо. Дальше, давай, Бема, к тебе перейдем на твой бюджет. Так, сколько ты тратишь денег на парикмахерскую? Ну я вижу, что ты блондинка, ты полюбок подкрашиваешься. Да, да, и Машу давайте сразу, не отходя от кассы. Давай Машу тоже сразу. Сколько ты парикмахерскую тратишь? Ноль. 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 Дальше. Хорошо, дальше, давай, ресницы. Две тысячи, две тысячи. Маша, ноль. Ноль. Так, дальше. Маникюр, педикюр, Бема? Я делаю педикюр, наверное, не раз в месяц, а у... Ну говори, чтобы в этот месяц. Давай в среднем, например. В среднем получается, ну, две тысячи получается. И маникюр? Маникюр. Быстрее, Маша. Маникюр тысяча. Тогда итого три тысячи. У меня тысяча на маникюр, педикюр сама делаю. Дальше, дальше. Хорошо. Дальше. Одежда? Десять тысяч. Десять тысяч. Нет, я если будет, я сейчас... В месяц у меня получается тысяча. Тысяча рублей. Дальше. Потому что я год сложила. Хорошо. Дальше, на спорт. Ноль. Ноль. Маш? Тоже ноль. Дома занимаюсь. Дома занимаешься. Хорошо. Так, дальше у нас что? Косметолог. Ноль, ноль. Где-то четыре, наверное. Четыре тысячи. Боже, Бима вообще дорогая женщина. Бима, тебя выгнать надо. Дорогая, да? И еще? Косметика. Две. Две. Ну, у меня полторы, наверное. Полторы. И на массаж? На массаж ходите? На массаж я хожу постоянно. Сколько? На массаж в месяц у меня уходит четыре с половиной. О! Вот, Маш, куда вкладываешь себя. Вот, куда ты деньги сливаешь. Все стои. Да. Тысяч пятьсот. О, боже ты мой. Короче говоря. Хорошо, это вот тогда. О, боже, у меня муж сейчас выгонит, кажется. Я все карты раскрыла. Так, девятнадцать. Двадцать три. Офигеть! Выгнать ее из студии! Двадцать три. Двадцать пять. Сжечь! Сжечь ее! Вот. Так, Маш, две тысячи, три пятьсот, восемь тысяч. Меня тоже сжечь. Вот. Итого, девочки, смотрите, мы вкладываем в себя вот столько денег. Бюджет в месяц. Ужас. То есть, соответственно, эти расходы у нас ежемесячные. И нам нужно обязательно вкладывать в себя много денег для того, чтобы, соответственно, хорошо выглядеть. Выглядеть уверенно, красиво, вдохновленной быть, да, счастливой и так далее. Да. И то есть, нам нужно иметь какой-то дополнительный доход для того, чтобы позволять себе вот эти вот все коммунальные услуги для женщин. Это совершенно верно, да. Это надо делать за доп. доход, да? Это все нужно делать как дополнительный доход, конечно. После массажа чувствуешь себя совершенно другим человеком. Вот как, как, расскажи, как добиться, чтобы двадцать шесть тысяч пятьсот, закрывать в месяц. Вот, закрывать в месяц. Нужно обязательно искать дополнительный доход. Не урезать вот что-то, да, а именно искать дополнительные источники дохода. Это могут быть как и пассивные, допустим, там, вдруг у вас есть... Родственниками торговать нельзя. Допустим, у вас есть там квартира лишняя, вы ее сдаете в аренду, там, грубо говоря. Либо вы можете подрабатывать, ну, там, если там мастером по наращиванию ресниц, бровистом вы можете обучиться у меня, если что. Да, конечно, можете этим подрабатывать, это очень удобно. Доходно. Доходно, да. Или также можете заняться бизнесом, да, если хотите, придете на семинар, я вам могу также дать еще больше информации. У нас там будет три блока, прямо полностью по инструкции. Мы будем рассказывать вместе, как добиться того, чтобы у вас было больше дохода и, конечно, идеи, вдохновления и так далее. Спасибо большое, Маша. Хорошо, но вот после такой таблицы примитивной, прям, да, реально задумываешься, что нужно это как-то грамотно раскладывать по полочкам, правильно? Конечно, да, все грамотно распределяете себе весь этот, вот, ваш бюджет. Вот, Бема, 26500. Да. У тебя, да, больше всего. Бема, иди на семинар к Маше и учись. Обязательно пойду, девочки. В субботу в 11 часов я вас буду ждать. А итоги розыгрыша будешь? И обязательно, да, я свяжусь с победителем, кто у нас выиграл в истории. И кто-то пойдет бесплатно на семинар Марии. Да, я буду очень рада вас видеть. Ну что, Маша, спасибо большое тебе, конечно, но мы постараемся посетить твой семинар, ведь простым языком ты объясняешь нам, вот, как правильно и грамотно распределить свой бюджет и, главное, заработать. Заработать дополнительный доход. Радовать себя любимую, правильно? Конечно, обязательно. Отлично. Потому что 26000, это много, когда мы будем в шоке. Бема в шоке. А может быть, еще больше. Нет, это минималка. Да, это минималка. Да, а вот бывают же праздники. Ну что, мы обсудим это все с девочками во время следующего сюжета. Наш корреспондент Рита отправилась вслед за своей мечтой. На улице так холодно, что непременно хочется отправиться куда-нибудь в теплые края и нежиться где-нибудь на пляже, слушая шум моря. Что же нам мешает? Предлагаю отправиться в солнечный Китай и хорошенечко отдохнуть. Недалеко от курорта Санья на острове Хайнань в Китае располагается живописная бухта Ялонгбэй. Это залив Южно-Китайского моря. Он находится в 30 километрах от города Санья и является гордостью Хайнаня. Вот сюда мы с подружкой и отправились в поисках спокойного отдыха. Название бухты Ялонгбэй с китайского языка переводится как берег дракона. Море здесь окружено высокими горами и тропическими лесами, где можно погулять по тропинкам, любуясь высокими деревьями, яркими искрящимися ручейками и водопадами. Целебный морской воздух и удивительная тропическая природа привлекают туристов со всего света в этот райский уголок земли. И мы не исключение. Как оказалось, многие китайцы не умеют плавать, поэтому всюду спасатели и буйки. Да, здесь очень строго следят за безопасностью отдыхающих. Людей на Ялонгбэй не так много, поэтому сравнительно с другими бухтами пляж не так забит. Это место, на мой взгляд, является отличным вариантом для семейного отдыха. Но если же вы любитель активного отдыха и хотите познакомиться с новыми людьми, то вам нужно отправиться на бухту Дадунхай. Можно сесть на автобус и добраться самостоятельно. Здесь всегда стараются помочь туристам, поэтому потеряться сложно. Конечно, мало кто говорит на английском, но современные технологии вам в помощь. В Дадунхайе жизнь кипит. В зоне этой бухты расположено большое количество кафе, магазинов и ресторанов. Впечатляют здания и количество людей на пляже. А кухня здесь богатая и разнообразна. Также можно отправиться на экскурсию. Мы побывали в центре буддизма Няньшань. Он крупнейший в Азии. Именно здесь красуется статуя богини Гуанинь. Ее высота составляет 108 метров. Она стоит на нефритовом постаменте в виде цветка лотоса. Зрелище удивительное. Это лишь малая часть того, что мы увидели. Но если вы думаете, куда отправиться в ближайший отпуск, то обязательно посетите Китай. На этом наше путешествие закончилось. Желаю вам открывать для себя новые страны и новые города. Главное, не забывайте о том, что в гостях, конечно, хорошо. Но ведь дома намного лучше. Итак, мы продолжаем наш эфир. И самое время подвести итогов лайфхаки от Маши. Ну, значит, вот та бабочка, которую я складывала, она уже готова. Вот она. Последний момент, который мы останавливались, сейчас я покажу. Вот у нас была вот такая вот заготовка. Да. В конечном итоге. Непонятно. И нам нужно было вот эти вот уголки, вот я сейчас еще раз, еще раз показываю. Маши на первую. Вот так вот подвернуть уголки. Вот так. И вот так. Расправить крылья. Да, расправить крылья бабочки. Сейчас я... Ну, мне нужно положить все-таки как-то. Вот, и давайте так на рисунке. И вот так вот расправляем. Вот у нас получается бабочка. Посмотрите. Теперь смотрите, нам... Вы можете заколоть, чтобы знать, где подшивать и как. Сейчас я заколю. Вот, закалываем. И потом просто маленькими ручными стежками мы прихватываем. Вот у нас готовы две бабочки. Теперь смотрите, очень модно делать. На булавку сажаем ее. Я сейчас просто на Даше покажу. О, мамочки. Ну, не волнуйся. Не проткни руку. Очень модно вот сейчас вот так вместо браслета чего-то носить. Этими бабочками можно украшать бытовую, там, я не знаю, какие-то бытовые предметы. Можно даже на столе при сервировке положить бабочку для украшения. Замечательно. Да, салфетки. Можно подушки края украсить. Можно сделать заколку. Вот делают заколку. Ну, я вся в бабочке. То есть, в принципе, как заготовка она, как маленький-маленький эргономчик, может быть замечательно везде использована. Бема, у меня бабочка. Вау, классно. Очень стильно. Очень стильно? Да. Отлично. Ну что, дорогие друзья, пока мы здесь все в бабочках, порхаем по студии, нам необходимо уйти на рекламную паузу. Сразу после этого мы перейдем к Беминой. Рубрики Бема расскажет про искусственный мех. Оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем наш эфир. И Машенька тут творит чудеса, делает бабочки. Но сегодня рубрика Бемы Лазаревой будет посвящена теме искусственного меха. Вот, Маш, ты все-таки к натуральному меху больше склонна или же к искусственному? Ты знаешь, сейчас вот в индустрии текстильной такая огромная продвижуха, что называется, мех стал такого качества, искусственный, что он на самом деле выглядит очень даже, бывает, эффектнее, чем натуральный. Но натуральный мех, конечно, у нас существует для тепла, и нам он нужен именно с точки зрения утепления. Да. Хотя, по сравнению с технологией, могут быть это. Искусственный мех – это неплохая альтернатива. Передаем слово Беме. Привет. 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 Привет всем. Я сегодня расскажу вам такую интересную тему, как искусственный мех. Девочки, вы правильно все сказали. И так совпало, что сегодня как бы день, всемирный день без мяса. Да, да, да. И я считаю, что это немножко такой положительный эффект, потому что при изготовлении шуб из искусственного меха ни одно животное не пострадало. Совершенно верно. То есть это очень интересная тема. Классно то, что искусственный мех, он теплый, и в принципе все, как бы, все лучшее, что есть в натуральном мехе, он тоже самое присутствует и в искусственном. Просто он стоит дешевле, очень много необычных расцветок можно пользоваться, как бы, да, расцветок очень много, то есть они могут быть как и постельными, так и яркими, то есть цветовая гамма просто огромная. А плюс еще он достаточно легкий, и самое главное, его можно стирать. Вот, я забыла это сказать. В стиральной машине холодная вода, жидкий порошок, и, соответственно, мы можем даже в городе Якутске, в нашем прекрасном городе, ходить в белом пальто. То есть простое драповое пальто мы в машинке не простираем? Оно сядет? Оно сядет. А искусственный мех? С ним ничего не будет. Это вообще, кстати, у меня один из плюсов, я вообще маньяк стирок, я даже обувь стираю, поэтому вот, если длинненько, да, это вообще... Плюс смотрится это очень стильно, и плюс еще тенденция, сейчас многие, многие даже дома высокой моды отказываются от натурального меха в пользу искусственного. Во-первых, это все-таки тенденция сохранения природы и разумного потребления, и, конечно же, плюс еще действительно много вариаций для цветовой гаммы, и, конечно же, это очень тепло. Например, я практически эту зиму проходила в искусственной шубе. Да, я видела. Черная такая, искусственная, но действительно легкая и правда теплая. И на ощупь, пока вот ты его не потрогаешь, ты не можешь понять натуральный мех. Не, ну я видела, ты знаешь, французский искусственный мех. Вау, смотри. Да, французский искусственный мех видела, я думала, что это натуральный. Я правда вот, и правда он стоил, конечно, недешево, но можно... Вема, сегодня я в качестве модели, ну не та я моделс, я, конечно, но что-то смогу. Что-то смогу. Чем руководствую, когда вы покупаете, допустим, такой вот искусственный мех, да, или там шубку, или дубленки? Конечно же, это должна быть свободная форма, то есть должен быть объем. Классная. Да, это вот современно... Это пилотка. Ага, это пилотка. Пилотка, то есть она вроде бы как и мужская модель, но из-за того, что она такая большая, объемная, она смотрится очень нежно и такая объемная. Давай вот это попробуем. Вот это очень интересное пальто. Это мое. Да. Это моя тема. Держи. Тоже оверсайз, не забывайте про объем. То есть если даже... Если даже вот в искусственном мехе, это будет немножко смотреться куца. Я почти как королева, ты посмотри-ка. Да. В желтые туфли и белая шуба. Белая шуба, вообще супер. От бедра, я тут только от бедра могу. Иди к Казанцеву. Я пошла к Казанцу, к доктору Казанцеву. Да, кстати, девочки, Казанцев сказал, что нельзя убирать ямочки биши, да? Нет, камки биши. Камки биши, да. Мы не убираем камки биши. Да, не убираем камки биши и носим искусственные мехи. Мы просто идем в гости к Казанцу. Да. В таких шубках. Да, да. Смотрите, еще все современные тенденции, они очень быстро реализовываются в масс-маркете при помощи искусственного меха. Что-то, какие-то слова говорили. Да, говори по-русски, пожалуйста. Да, то есть одним словом. Вообще ничего не понятно. Все самое классное, что позиционируется в подиумах. Вот мы вчера, допустим, смотрим подиумы, высокая мода. А раз и раз это все появляется в масс-маркете, то есть в магазинах а-ля Манга, Зара и так далее. Очень быстро, причем буквально там несколько недель. Не обязательно посещать высокие бутики популярные. Можно это все сделать и в бюджетном варианте. Да, да. То есть главное, знаете, в чем фишка искусственного меха? Не бедите шубу или дубленки, которая прям очень-очень сильно похожа на натуральную. Нужно наоборот делать так, чтобы она видна была, что это искусственный мех, что она такой модный дизайн, что она такая интересная. У нее там какой-нибудь цвет оригинальный. То есть не надо делать вид, что вот я сейчас стою в белой норке, товарищи. Да, да. Надо все-таки брать... Будьте проще. Да, будьте проще. И это очень классно на самом деле, что можно реализовывать себя таким образом через одежду. Она транслирует твое видение, твой взгляд на жизнь. А если я буду вот креативной розовым, как ты думаешь? Давай, попробуй. Вот это мне нравится. То, что классно, то, что это можно пробовать и не бояться, потому что по бюджету, в принципе, не сильно должно быть. Ну, точно пойду к господину Казанцеву. Ну, точно, да. Точно. Может, скидку на операцию сделает? Такой-то шубке. Извините. Нет, товарищи. Правильно вот туда идешь в этой шубе. Товарищи, очень легкая и очень теплая. Я прям в студии уже здесь... Испарилась? Действительно, да. Да, ничего, теплые, легкие. А все-таки ты, правда говоришь, все можно стирать. И то есть, если даже немножечко намочим, там вот сейчас сосульки капают, все это, это все... В смысле, ты что, под сосульками ходишь? Нет, это нормально, ничего не будет. В смысле, нормально походить под сосульками? Нет. Я имею в виду то, что мыть, стирать можно без проблем. Это тоже относится не только к искусственному меху и к искусственным шубам. Это тоже относится и к обуви. То есть, обувь из искусственных материалов, современных искусственных материалов, она тоже такая же практичная, удобная. И... Ну, там очень много ноу-хау в обуви. Да, то есть, очень много ноу-хау в каких-то... Ну, подожди, там еще что-то у тебя бежевенькое такое, песочное очень красивое. А это то же самое, как белое. Похоже, наверное, блюдо. Это называется бомбер или что это? Это называется бомбер. Смотрите, какой цвет. Вау, вообще классно. Мне очень идет, я тебе так клевая. Мне такая стильная. Слушай, ну мне для машины это вообще абсолютно... Да, я... Мама, главное, что это оверсайз, да? То есть, это может Маша одеть, а потом на следующий день я могу Маше. Я могу еще папе отдать. Да, можно еще одолжить, да. Папе, конечно, оверсайз, чтобы папа влезет. Папа влезет, и мама влезет, все влезут. Мама у меня там утонет. В общем, приобретаем курточку из искусственного меха на всю семью, да? На всю семью. Слушайте, какая гениальная идея. Это не гениальная идея, должна быть своя, каждого. Отлично, Бек. Шуба на всю семью. Так объясни, почему это должна быть шуба не только на всю семью, а только на себя? Потому что нужно любить себя, такой, какая есть. И каждый человек, каждый человек, он транслирует свою, как бы, да, базу. То есть, свое видение. Так если у всех животных и все ходим ходить, тогда надо покупить, сколько человек в семье, столько шубы купить, да? Ну да, наверное, нет. Но нужно, как бы, разумное потребление и всегда радоваться жизни, и то, что сейчас данный момент есть. И это можно транслировать, если через не только ношение искусственного меха, также, допустим, беречь природу, можно составить свой, допустим, идеальный базовый гардероб. Когда ты одну вещь только можешь покупать в месяц. Да, вот это, кстати, вот это вообще гениально. Да, то есть, если у тебя база сформирована таким образом, да, то, в принципе, ты можешь купить одну вещь, допустим, искусственного меха, одну дубленку. То есть, одной достаточно интересной оригинальной дубленки или пальто. Не надо покупать пятидневку. Не надо делать вот так вот, то есть, 10 штук. Вау, вау, вау. А так красиво смотрится. Да. А еще покажи, вот бежевую мы не рассмотрели. Бежевую не рассмотрели? Ну, давай посмотрим бежевую. Это пальтишко уже. Это то же самое, что ты надевала, но в другом цвете, но оно уже сразу смотрится по-другому. Она смотрится как будто верблюжья. Тяжелее почему. Нет, мне кажется, нет. Она точно такая же. Просто она как бы другой цвет, более нудовый, и она ближе к пальто. То есть, толщина здесь разная у всех. Где-то потолще, где-то потоньше. Вот это, наверное, ближе к межсезонью. То есть, дубленки из искусственного меха, они классно закрывают такую брешь, как межсезонье. Подожди, а между прочим, на них пишется температурный режим, который они выдерживают или нет? Ну, в некоторых пишутся, ну, в основном пишутся на тех, где искусственный мех, подопустим, на каких-то, которые горнолыжные, еще что-то, да. Отлично. Ну что, Бема, спасибо тебе. Мне кажется, вот в таких замечательных дубленочках, курточках из искусственного меха мы просто обязаны встретить эту весну. Ну и продолжая тему встречи весны, мы напоминаем вам о том, что весна на НВК не за горами, товарищи. Приобретайте магнит Харрис Хау, и вы станете участником нашей весенней акции. Может быть, именно вы станете обладателем одного из ценных призов. Мотоцикл, беседка, сенокосилка, кухонный гарнитур, лодка, морозильник, портативный гараж, ювелирные украшения, сертификат на ружье, сертификаты на многое другое. Все это ждет вас в нашем весеннем розыгрыше, который состоится 31 марта на каналах НВК Саха и Мамонт. Магниты такие, Харрис Хау, уважаемые телезрители, вы можете приобрести здание НВК Саха на первом этаже, а также у общественных распространителей. Встречайте весну вместе с нами. Девочки, ну мы-то приобрели уже действительно. Да, я этим взяла. Да? Ну что? Ну что, мне кажется. Ну самое главное, мы забыли сказать, что это же магнитик, это можно прямо подарить кому-то, приклеить на холодильник. Потом это же оберег, это же магические символы. Символ. Ну что, дорогие друзья, весна не за горами, совсем скоро стартует уникальная, глобальная акция на нашем канале, поэтому смотрите НВК Саха, оставайтесь с нами и, конечно, поздравляем вас еще раз с праздником. С Днем счастья. Равноденствие весеннего. И день без мяса. День без мяса. Ну что, город женщин не прощается с вами, мы увидимся ровно через неделю и, как всегда, мы будем радовать вас полезной, нужной информацией и, конечно же, дарить вам прекрасное весеннее настроение. Оставайтесь с нами, город женщин, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова